Привет, друзья! С вами Светлана Юнёва, и мы продолжаем говорить про английскую грамматику. Сегодня мы разберём тему past simple, прошедшее время, или, как его ещё называют, past indefinite, прошедшее простое или прошедшее неопределённое. Это время употребляется для того, чтобы передать действия, которые произошли в прошлом. Поэтому past simple очень часто употребляется со следующими словами. Yesterday. Вчера. Last week, last month, last year. На прошлой неделе, в прошлом месяце или в прошлом году. A week ago, five days ago. Неделю назад, пять дней назад. Например. They visited their grandparents last week. Они навестили бабушку и дедушку на прошлой неделе. She bought a new book yesterday. Она купила новую книгу вчера. Чтобы образовать прошедшее время, нужно помнить, что в английском языке все глаголы делятся на две большие группы. Правильные и неправильные. Если глагол правильный, то мы образуем прошедшее время с помощью окончания иди. Например, глаголу work я добавила иди, и получилось I worked. Я работал. Если же глагол неправильный, мы берем его вторую форму. Например, у меня глагол go. Это его первая форма. Я посмотрю в таблице неправильных глаголов и выпишу оттуда вторую форму этого глагола. Это форма went. Получится I went. Я ходил. Чтобы определить правильный глагол или неправильный, вы можете воспользоваться любой таблицей неправильных глаголов. Она есть в словарях, на многих сайтах. Вы можете распечатать эту таблицу и пользоваться ей первое время. Например, на экране вы можете видеть такую таблицу неправильных глаголов. Нужно помнить, что окончание иди может читаться по-разному. Оно читается как т после глухих согласных звуков. Например, washed, packed. Д после гласных и звонких согласных. А также оно может читаться как иди после звуков т и д. Wanted, needed. Если у глагола на конце немая буква и, как, например, у глагола live, жить, то, когда мы добавляем окончание иди, немая и исчезает. И мы дописываем иди. Если глагол заканчивается на букву y, и перед ним стоит согласное, то y поменяется на i. И затем мы добавим окончание иди. Если же перед буквой y стоит гласное, как, например, в глаголе play, то этих изменений не произойдет. И мы просто добавим окончание иди. А теперь поговорим о том, как образуется вопросительное предложение в прошедшем времени. Для образования вопроса мы должны взять вспомогательный глагол. В past indefinite для всех местоимений это вспомогательный глагол did. Мы всегда ставим его перед подлежащим. А после подлежащего мы должны употребить основной или смысловой глагол. Причем без каких-либо окончаний. Например, did I work? Я работал. Если глагол неправильный, то он всегда будет стоять в первой форме. Например, did we go? Мы ходили. Чтобы образовать отрицательное предложение, мы снова берем вспомогательный глагол did, который мы ставим теперь после подлежащего. И после него мы должны употребить отрицательную частицу not. Did not. Можно сократить и написать didn't. Плюс нам нужен обязательно основной или смысловой глагол work или go. Как вы уже обратили внимание, глагол без окончаний или в первой форме. Получится I didn't work. Я не работал. Или we didn't go. Мы не ходили. Давайте посмотрим на экран и вспомним, как образуются утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения в past simple. He worked last week. Он работал на прошлой неделе. Did he work last week? He didn't work last week. We went to school yesterday. Мы ходили в школу вчера. Did we go to school yesterday? We didn't go to school yesterday. И на сегодня это все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и пишите свои комментарии. Учите английский язык вместе с нами!